Вам могут возразить и возражают, что именно яблочные голоса, чуть больше 3% обеспечили большинство Единой России. Чепуха это вообще чепуха. Это просто совсем чепуха. Во-первых, Единая Россия имеет абсолютное большинство в Думе. Все голосования по всем маломальски существенным вопросам будут совместными между Единой Россией, Справедливой Россией. Да даже не понадобится, отдастся 238 голосов, вполне хватает. И ЛДПР. Ну, во-первых, это достаточно при 450-238. Ну, там будет сколько хотите. Там будет ЛДПР плюс Справедливая Россия плюс Единая Россия. Поэтому призыв, голосуйте за кого угодно, кроме Единой России, был несостоятельный с самого начала, о чем мы с вами говорили. Ну, потом все об этом опять забыли, толдышили все одно и то же. Ну, теперь получили. Левичев вчера, вчера еще выборы не закончились. Собственно, выборы. Он уже вчера сказал, что мы войдем в коалицию с Единой Россией. Так что, вы знаете, сколько будет голосов? Приплюсуйте одни к другим. Будет больше, чем было. Больше, чем было. О, плюс ЛДПР. О чем вы вообще говорите-то? Ну, может быть, коммунисты будут там что-то возражать. Хорошо, Григорий Алексеевич, это не я говорю, это очень многие люди. И те, кто в том числе вчера мучительно, публично говорили о том, что они не согласны с партией, за которую они голосовались, имея в виду Справедливую Россию, выбирали, между прочим, между вами и Справедливой Россией. И в результате вот выбрали так, потому что не захотели голосовать за непроходную партию. Вот вы им-то что ответите? Да им ответьте очень просто, что свободные люди не занимаются такими подсчетами. Им я хочу сказать, что над ними смеются даже дети. Школьники придумали анекдот, что 35% жителей России хотят проголосовать за яблоко, но сомневаются, что яблоко преодолеет 5-процентный барьер. Ну, это же вот про них. Они даже циферки сложить не могут, эти мудрецы, которые свободные люди, но они все время что-то пытаются выгадать, свободные люди. Такие подсчеты не ведут. Это на самом деле. Мне не хочется им так говорить, но на самом деле это очень стыдно. Особенно при том, когда происходят карусели, когда так перебрасывают голоса, так они сами говорят, выборы нечестные и не могут проголосовать по совести. Не могут проголосовать по совести, а все что-то выгадывают. И голосуют за партию, которая им не нравится. У нас ведь тысячи наблюдателей. Приезжайте сейчас к нам встать, посмотрите, там целая очередь людей стоит, метров 100, наверное, под дождем. Люди стоят для того, чтобы оформить все документы, для того, чтобы мы уже сформировали на этой неделе или в начале следующей, все необходимое для того, чтобы мы внесли это в суды всех уровней. И мы пойдем по судам всех уровней. Мы дойдем до Верховного суда. Если этого будет недостаточно, мы обратимся в Международные суды. Мы будем идти до конца с этим. Мы не оставим ни одну фальсификацию без внимания. Потому что многие из них мы видели лично. Вот мы видели лично, как приносят пожилому, очень хорошему, очень ответственному человеку, больному человеку, приносят урну и, пользуясь тем, что человек болен, ему дают бюллетень, где уже стоит галочка «Единая Россия», говорят «брось просто в ящик». А человек говорит «минуточку, позвольте, здесь же уже стоит галочка». Они как не ожидали, что больной человек может... А если человек плохо видит? Но они не ожидают. Стоит галочка «дайте мне другой, чистый». Они не могут найти в своей пачке чистый бюллетень. Вы видели? Вчера видео очень много выкладывали. Да, но сегодня сказал Дмитрий Анатольевич, что он в это поверить не в состоянии. Да, действительно. Кроме него, вот он единственный, кто не в состоянии в это вот во все поверить. Власть перегруппировалась успешно, перегруппировалась. Раз она порождает, это перегруппировка, такие разговоры, которые вот задают наши слушатели и обсуждают уважаемые политологи, значит, она успешно перегруппировалась. То есть заморочила голову, и все теперь начали смотреть с другой стороны. Но, по сути, я хочу сказать, ничего не произошло. Произошла обычная вещь. Она пользовала эту «Единую Россию», пока «Единая Россия» себя не исчерпала. Когда она себя исчерпала, они перегруппировались, снова сохранили абсолютное большинство в Доме, абсолютное большинство. То же самое, которое было у них всегда. И пошли дальше, вот, собственно, и все. Скоро будет у них новая правящая партия, она будет, наверное, левая. Она будет из «Справедливой России», из остатков «Единой России» и КПРФ. Они сейчас соединятся под каким-то углом зрения, каким-то образом. И будут изображать из себя левую партию. Так уже было, когда «Единство» поглощало Отечество, помните? Ну вот, значит, да, и возглавит вот эту новую левую партию тот же самый Владимир Путин. Вот, собственно, все, что примерно может быть в ближайшее время. Это большой привет всем тем, кто, значит, вот рассуждает на эти темы. То есть вы никаким образом не верите ни в какую коалицию из этих трех, чтобы как-то уравновесить «Единую Россию»? Ну, послушайте, я с ними всеми был в Доме 10 лет. Чего мне верить? Я всех их знаю. И знаю эту политику, и понимаю ее, и вы ее знаете, и все ее знают, кто хочет это рассмотреть предметно. Это все одно и то же, это один состав. «Единая Россия» — это партия, которая не имеет идеологии. Это партия бизнеса и предпринимателя. Хорошо, а вы согласны с тем, что, как считают, опять же, очень многие люди, и вчера это было в сетях и в эфире, о том, что это скорее было даже не голосование по выборам, а это такой референдум, а в том числе и рейтинги партии, и о том, как вообще вот есть запрос на перемены или нет запроса на перемены, и что власть, видимо, понимает, что стало чуть хуже, чем она полагала. Да? Это очень близко. Вот это очень близко. Лозунг, который мы выдвинули на выборах, «Россия требует перемен». Вот эти 20% в Москве, 20% в Петербурге, 9% в Ростов, там вот вы говорили про Карелию, вот это ответ на этот вопрос. Вот то, что вы получили сейчас там, голосование российских граждан за рубежом и другие такие вот показатели, это ответ на то. Наиболее образованная, наиболее самостоятельная часть общества, которая является средним классом в России. есть запрос, есть, еще какой. Поэтому я всем хочу сказать, не только вы знаете, что вы проголосовали так, как вы проголосовали, не только вы знаете, что у яблока 20% и даже более, не только мы это знаем, и власти это знают, и они это понимают, и они знают, сколько теперь людей, их ни за что не поддержат, ни при каких условиях.